Всем привет! Долгожданное видео по установке накладок кросс-кантри. По многочисленным просьбам, мне пришлось разориться на эти накладки, они дорогие. Я это сделал, я это сделал частично для вас, ребята. Приступим. Вот они сами накладки. Некоторые вещи, которые мне понадобятся, это инструкцию распечатал, крепление, дрель, сверла, клепочник, это жидкий воск и лента, которая на самом деле мне не понадобится. Итак, приступим. Для облегчения установки я использую такие пластиковые рампы, чтобы приподнять машину и было проще работать над установкой накладок кросс-кантри. Итак, я все разложил, давайте посмотрим. Значит, каждая из накладок, они отмечены. Допустим, это RH, правая сторона, у нее есть собственный номер, вы можете всегда сделать паузу и посмотреть. Это левая сторона, LH, left hand side, у нее тоже есть свой номер, их можно заказывать отдельно, если есть такая необходимость, в случае, допустим, если вы сделали аварию. То есть, не надо покупать все комплектом. Крепление. Это правая сторона, это левая сторона. Каждая из сторон состоит из двух частей, задняя и передняя часть. Допустим, это RH, задняя сторона, у них также есть собственный номер, это передняя сторона правого крепления, это передняя сторона левого крепления и задняя сторона также левого крепления. Между собой они крепятся вот таким способом. Позже будет все понятно в процессе установки. И также обратите внимание, у них такие идут ушки. Эти ушки помогут правильно их прикрепить ровненько к порогам машины. Итак, приступим к установке. Я начинаю с правой стороны. Вот она, правое крепление. И это задняя часть. Почему задняя часть? Потому что здесь есть вот такая стрелочка. Я, кстати, следую инструкцию, которую я распечатал. Значит, стрелочку мы нашли. Эти отверстия, это там, где надо будет сверлить и использовать заклепки. Они тоже отмечены в стратегических местах. Стрелочка должна смотреть на переднюю часть стыка порога. Видно на видео, именно куда я ее сопоставил. Также ушки снизу, они прилегают снизу к порогу. И так вы выравниваете крепление правильно, как оно должно быть. Используя сверло на 6 мм, в отмеченных местах аккуратненько просверливаем дырку. Значит, здесь мне помогает мой друг Илья. Я решил не строго действовать по инструкции, как предлагает Вольво. Их надо было, эти крепления, приклеить. Это в случае, если вы делаете эту установку в одиночке. Я позвал Илью, он мне здесь помогает. И мне показалось так намного проще. Просто придерживать руками и крепить их к порогу. Итак, мы делаем заклепка за заклепкой. Ушки снизу, это то, что выравнивает крепление к порогу ровно. То есть, стрелочка и ушки снизу прилегают снизу к порогу. Так вы выстраиваете правильно крепление к порогу. Итак, три заклепки уже есть. Тут на самом деле их четыре на заднюю часть и пять на переднюю. И вот, что мы пока что имеем. Стрелочка на стыке, на передней части стыка. Ушки прилегают снизу. И последовательно крепим заклепками. Заклепки идут в комплекте. И что мы имеем до сих пор, это правое заднее крепление мы прикрепили. Я повторюсь, стрелочка указывает на стык переднего, стык порога передней части. Итак, берем теперь переднее крепление. И вот таким образом, прям по инструкции, соединяем их между собой. И теперь ушками снизу мы придерживаем вдвоем. Так она выравнивается. И продолжаем клепать. И хочу отметить, что ссылка на видео, как я делал анбоксинг, открывал упаковку накладок кросс-кантри, будет в конце этого видео на экране. Вы можете посмотреть, как это идет в коробке. Из всего процесса хотел забежать вперед немножко. Этот процесс оказался самым простым. Крепление вот этих планок к порогу. Небольшой перерыв. На улице все-таки не жара, поэтому горячий кофе нам не помешает. Итак, теперь эти ушки уже нам не нужны. Они направляющие, поэтому они просто-напросто вот так вот отламываются. Теперь мы немножечко подолбались, когда одевали накладку. Как говорится, первым блинкомом было сложно. Это, наверное, самое было противное из всего процесса. Поэтому я его здесь пропустил. Вот мы ее уже одели. И я решил показать более досконально, как она одевается на другой стороне. Потому что тут уже появился опыт. И мы здесь уже с Ильей обсуждали, что нужно, что мы не так делали. И мы совершенно делали по-другому, как говорит инструкция. Теперь продолжим пока что на правой стороне. После того, как мы все-таки одели эту сторону, кровь с носа. Снизу есть еще места, где ее нужно закрепить к порогу. Ничего сложного. Тут их раз, два, три, четыре заклепки. И тоже важно здесь снизу помыть, чтобы накладка хорошо прилегала к порогу, а не к грязи. Тем же сверлом, те же заклепки из комплекта крепим снизу. Так, здесь правую сторону уже почти закончили. И хотел с вами поделиться. Недавно в городе увидел Volvo XC70 с порогами Cross Country. И что-то мне бросилось в глаза. Вы ничего не обращаете внимания. Обратите внимание, они одеты наоборот. Правая на левой стороне, а левая на правой. Если кому-то нравится, пожалуйста, вы можете их одеть и наоборот. По мне так это выглядит очень странно. Продолжим. Это уже левая сторона. Здесь я видео все ускорил. На самом деле здесь было все намного проще. Мы знали, что мы делаем. Это взяло буквально 10 минут все это приложить, засверлить и прикрепить заклепками. Теперь я объясню, как легче одеть сами накладки на эти крепления. Значит, вот эти стратегические места, вот эти вот защелки, там где клепки, их нужно сопоставить с отверстиями на накладках. То есть визуально. Для этого что мы сделали, это взяли маркером и отметили, где эти заклепки находятся. Чтобы было проще. Потому что когда накладку приложил, все, их не видно. Это можно делать, можно и без отметок. Нам это помогло. Теперь, чтобы было проще. Надо начинать с передней части. Там пластик оказался более гибким. И не надо пытаться одеть всю накладку сразу. Это не пойдет. Нужно приложить спереди, начать. И вот сверху вниз потихоньку одевать накладку на крепление. И при этом, вот Илья вдалеке, он одел на накрепление и теперь просто держит. Я уже продолжаю одевать последовательно. Не сразу саму накладку. Прижимая пальцами ее хорошо к порогу. И иногда, что я делаю. Я беру лопатку, отгибаю и смотрю, если накладка зацепилась на крепление. Потому что в этом была и вся проблема, что она все время становилась там торцом. И мы никак не могли одеть. И, кстати, этот кусочек видео, как мы одевали накладку, я не ускорял. Это вот реально, сколько нам взяло времени одеть эту накладку. Полторы минуты. То, что я говорю. Первую накладку было сложно одеть, а эту нам взяло полторы минуты. Вот я проверяю и пальцами прижимаю. И постепенно иду в сторону уже сзада накладки. И вот она села. Установка накладок, по сути, завершена. Осталось только закрепить эту накладку снизу. И следующие кадры я хотел с вами поделиться одной очень необычной Volvo S80. Потому что на ней установлены такие же накладки Cross Country, что является очень необычным. И мне это понравилось. Ссылочка на борт-журнал этой машины на Drive 2 будет в описании к видео. Хозяйка этой Volvo S80 за ней следит. Делает разные интересные доработки. Я решил поделиться и показать вам, как она необычно выглядит с этими же накладками Cross Country. Надеюсь, вам понравится. И пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok